Смотрите прямо сейчас. Кража века. Чей Крым? Сергей Кудимов расскажет в прямом эфире. Мы подъезжаем к так называемой границе и на время я выключу камеру. Почему можно надеяться на возвращение полуострова? Крым вернется, потому что этого хотят сами крымчане. ЖКХ. Живите как хотите. Сколько нам с вами придется платить? Это золотая вода. Тариф не подъем больше, чем пенсия. Как я буду на 700 гривен дальше жить? Совсем скоро во всех почтовых ящиках страны. Бизнес на жалости. Руслан Смичук внедрился в ряды липовых волонтеров и узнал, куда идут наши с вами пожертвования. Вот я работаю за небольшие часы за это время, а заработал, чтобы он был остальным. Все, о чем говорят и спорят, в нашем эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Чем запомнится нам с вами эта неделя, о чем мы говорили и спорили. Ровно год назад был захвачен Крым. А есть ли шанс вернуть его? Далее. Новые коммунальные тарифы. Многие до сих пор не догадываются, какие суммы придут этой осенью или даже летом. И хватит ли средств, чтобы оплатить такие счета. Деньги МВФ. Помогут ли они сдержать курс доллара и спасут ли экономику? Обо всем этом мы детально поговорим сегодня. Но начнем с того, что происходит здесь и сейчас. Судьба Нади Савченко в центре внимания. И не только в Украине. Дело в том, что к нашей летчице впервые прорвались врачи. Поясню, почему это важно. По словам медиков, выход из голодания куда более опасен, чем то время, пока человек еще голодает. И вот российские власти нашим медикам неоднократно отказывали, опасаясь, что их заключение может дать повод для освобождения украинки. С чем вернулись врачи в Украину? И как Надя себя чувствует, узнаем прямо сейчас. Мы установили связь с ее сестрой Верой. Она в прямом эфире. Вера, добрый вечер. Спасибо, что с нами. Скажите, а как сейчас чувствует Надя? Что вам врачи сказали? Лекари скажут все завтра на пресс-конференции, которая будет на 12 часов в готеле «Украина», в кризе медиа-центре. Те, что мне сказали, что стан Надьи относительно задовольный, и что точку неповороту она еще не достигла. Сейчас идет относительно правильный выход из голодовки. Хотя и пытались нагодовать твердой езжей, виправдовуючись тем, что она же хочет. Это нормальный стан, когда человек больше, чем 80 дней была без езжей, а теперь у нее голод. Но лекари на это существуют там, чтобы все это контролировать. Это плохо контролируется, потому что у Надьи были проблемы. Я надеюсь, что наши лекари ей все рассказали, рассказали, как нужно проводиться своим организмом, чтобы он выжил. Ну, это только можно доверять. Вы мне скажите, а что до освобождения самой Надьи, есть какие-то обнадежные новости? Я знаю, что президент писал листы к Кремле, он получил какую-то ответственность. Мы не знаем, что там шло. Ну, вы, как ей одна из ближчих людей, вы имеете уже сейчас больше надеи? Вы сейчас больше шансов, чтобы ее освобождать? Ну, я спілкуюсь с определенными людьми, которые ведут все эти перемоги. Конкретно я ничего не знаю, потому что у меня постоянная надея. И мне кажется, что вот победа через день, а то, что мы програли снова. Поэтому эти синусуиды, они уже втомили. И вот сейчас Путин где-то пропал. Может, там Life News каже, что его Надя съела? Такое может быть. Не знаю, что там происходит в Кремле. На жаль, от него зависит доля многих людей. Дякую, тримайтеся. И дякую за остальную информацию еще до доли, Надя. Мы все за ней тоже переживаем, как и вы. Дякую, что приедулася до нас сегодня. Ну, вы знаете, Надя Савченко. Надя Савченко – самая известная заложница Москвы. Но давайте не будем забывать, что год назад заложниками стали и больше двух миллионов наших соотечественников, те, кто в Крыму живет. И если в марте 2014-го, ну давайте будем честными, многие крымчане радовались смене власти, то теперь, теперь мнение поменялось. И зачастую поменялось кардинально. Мы решили провести эксперимент. Наш спецкорс Сергей Кудимов разыскал тех крымчан, с кем он общался, ровно год назад, чтобы узнать, что изменилось в их жизни. При этом на полуостров мой коллега добирался на перекладных, соблюдая меры конспирации. И вот как это было. Я еду в Крым, поезд Киев-Ново-Алексеевка. Этот город в Хешунской области крайняя точка, куда можно добраться по железной дороге тем, кто собрался на полуостров, а дальше нужно пересаживаться либо на такси, либо на микроавтобус. Сейчас будем искать такси до границы, так называемой границы. Искать особо не пришлось. Таксисты поджидают потенциальных клиентов прямо на перроне. Отсюда на микроавтобусе можно домчаться с ветерком в Симферополь. Такса от 300 до 400 гривен человека. Но большинство, те, у кого легковушки, везут только до Чингары. Вам легче пройти границу? Да, вам пересесть на машину и дальше. Много денег? 100 гривен. Многие таксисты из Крыма. Если повезет, в день водитель сделает пару ходок от вокзала до КПП и обратно. Люди не в восторге от России. Цены на все подросли. И у людей работы так такого нету. Жить не на что. Мы подъезжаем к так называемой границе и на время я выключу камеру. Те, кто переходит буферную зону пешком, разбивают на группу по 15 человек. Пограничник собирает паспорта и удаляется в вагончик для проверки документов. Вся процедура около 20 минут. Только что прошли так называемую границу, где стоят украинские пограничники. Нужно пешком пройти около трех километров. Вон там уже находятся русские. Повсюду видны заброшенные укрепления. Еще несколько месяцев назад эта часть Херсонской земли была оккупирована российскими военными. Потом они отошли за полуостров Чингар в Крым. Два часа в очереди проверки. И вот мы наконец пересекли так называемую границу. Мы в Крыму. Сразу же после псевдореферендума наша съемочная группа отсняла материалы на строениях крымчан. Мы решили найти этих же людей год спустя. Наспальная кровать, односпальная. Санузел. Кровать. Два спалка. Но ничего не заправлено, потому что еще не сезон. Как заправский экскурсовод Лидия демонстрирует комнаты для отдыхающих. В прошлом сезоне они пустовали. Мне-то звонили мои постоянные отдыхающие. Подъедут к этому переправе. Постоят три часа. И чувствуют, в самом вкусу, знают, что некоторые по три дня уже стояли. И говорят, Лидия, ну простите, пожалуйста, ну дальше поедем в Лазаревске. Год назад Лидия переживала, что будет с курортным сезоном. Теперь говорит, это не главное. Переживаю. Переживаю. Основная статья дохода. У нас уже душа ликовала. Мы уже россияне. Симферопольские бизнесмены Костя и Николай в русский мир уверовали задолго до псевдореферендума. Мы готовы потерять сегодня весь бизнес. Мы готовы потерять сегодня абсолютно все. Как бы сложилась ситуация. Только ради того, чтобы действительно быть с Российской Федерацией. Совместный бизнес они потеряли. И дороги их разошлись. Николай отправился в российскую политику. Константин на войну. Николай, добрый день. Что с вашей мастерской? Какие планы? И можно Костю тоже привлечь к съемке? С Константином и аккредитация не особо нужна. Он на Донбассе воюет за Русь святую. Позывной пастух. Может слышал? У Сергея тоже был бизнес в Симферополе. В марте 2014 он еще верил, что Киев сможет переломить ситуацию. Поэтому не понимал друзей, собирающих чемоданы. Спустя несколько месяцев уехал сам. У меня лично уже начались какие-то признаки депрессии. И выехав на материк на какое-то время, чтобы просто отдохнуть, я понял, что в целом нет смысла возвращаться обратно. Недавно Сергей стал советником министра информации по вопросам Крыма. Мы могли бы делать бизнес и получать удовольствие от жизни, но мы сосредоточены на Крыме. И сегодня есть уверенность в том, что Крым вернется обратно, и Украина это сделает. Прежде всего потому, что этого хотят сами крымчане. Год назад она потеряла работу. Украинская компания переехала на материк, но осталась при своих убеждениях. Сейчас она работает в ту-бизнесе. В прошлом году пансионаты пустовали до осени. Потом в Крым из России по путевкам стали отправлять пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Сезон закрылся под Новый год. Что будет дальше, не знаю. Потому что о цене на самолет, о билетах, пока неизвестно. Они заранее не бронируются, и цену сложить сложно заранее. Что с паромом будет, тоже неизвестно. Такая патриотическая футболка заказала в Симферополе. Сделали здесь, в Крыму. Он особо не прячется, но на всякий случай мы сами закрыли ему лицо и изменили имя. Был случай, когда мы выходили на День независимости, вышли в футболках с гербами, пели на набережной гимн. Подходили, сжали руку. Молодцы, смелые ребята. Слава Украине, мы героям слава. Про российских поменялось в сторону Украины. То есть поняли, что все-таки было не все так сладко, как изначально это все рассказывали по телевизору. Но большинство проукраински настроенных крымчан предпочитают помалкивать на полуострове в части доносы на ближнего своего. Рассказывая об этом, Андрей несознательно обернулся. Есть люди, которые ходят, выискивают проукраинских людей. И там доносы делают. В марте 2014-го Симферополь буквально утопал в российских триколорах. В 2015-м картина совсем другая. Сергей Кудимов, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и вот в этой ситуации год спустя можно ли вернуть Крым? Поговорим сейчас, выясним прямо сейчас. Андрей Ильенко, народный депутат у нас в студии. Витаю. Вечер добрый. И Тамила Ташева, координатор общественного движения КрымСОС. Спасибо большое, что пришли. Скажите, главное вопрос. У всех, кто нас сейчас смотрел, я думаю, Я уверен, что Украина вернет контроль над своими законными территориями, в том числе и над Крымом. Конечно, сегодня главное – это гуманитарная работа. Ну, слушайте, когда, вряд ли кто-то даст такую ответственность. Я не хотел бы быть голословным. Но этот процесс, конечно, непростий. Нам нужно сейчас, хотя бы то, что мы можем делать, делать. Ну, я имею в виду украинской влады. Ну, хотя бы работать с лояльным до Украины населением в Крыму, яких там дуже багато лишилось громадян, які не хотели цієї анексії, які були против цієї анексії. Это и 25% этнических украинцев, которые есть в Крыму, это кримские татары. И это не все россияне, они занимали позицию отторгнения Крыму. Так само, нужно работать и пропагандистски, и пояснивать, даже с теми, кто поддерживал анексию рік тому назад, и, власне, показать им, подивиться, что стало за этот рік. Вы стали лучше жить. Может, у вас появились какие-то права, которых у вас не было. Может, у вас что-то полепшилось. Это, на самом деле, абсолютно нет. То есть, я считаю, что працювать, прежде всего, нужно с людьми, а все другое, это уже похитное от всего. А Мила, а вы что скажете? Ну, на самом деле, есть несколько сценарий, как должен быть повернен Крым. Но, в первую очередь, украинская влада должна быть четкой стратегии повернения Крыму, каким образом работать с этими людьми, которые остаются. Вы верите, что Крым будет повернен? Я уверена в том, что Крым будет повернен. В Крыму майже ничего не делалось для того, чтобы действительно Крым максимально интегрировать в украинское суспільство. Даже не работали с этими лояльными до Украины группами населення. Все это было пущено полностью на самотек. И даже тогда, когда уже произошла ситуация рептом, мы понимаем, что Россия готовила это много лет. И на тот момент, когда 80% тех, например, солдат, офицеров, украинских, которые находятся в Крыму, они были крымчанами, ну, конечно, местными силами это было очень тяжело сделать. Была идея собрать в боездачный кулак те украинские частини, которые могли на тот час быть боездачными. Это было близко 5 тысяч особого склада на тот час. И спробовать сделать безусловно вход в Крым. Но наследки могли быть и разные. Мы можем сейчас говорить, что это был один из вариантов, который может быть. До речи, тогдашний ВОО-министр обороны Тенюх, он именно такой вариант предлагал. Но тогдашний Верховный Главнокомандующий, тогдашнее Верховное Политическое Керевничество приняло немного другие решения. И на сегодняшний день мы имеем именно такую ситуацию. А давайте так, как сделаем? Я сейчас дам вас привести. Просто знаете, вот в литературе из такой жанра называется «Альтернативная история». Вот когда автор описывает, что случилось бы, если бы в какой-то момент все произошло по-другому. Популярный жанр сейчас. Вот наши военкоры тоже попытались представить, а как бы изменилась судьба Крыма, если бы год назад из Киева поступила все-таки четкая команда помешать захвату полуострова. Ну и вот как могли бы теоретически развиваться события. К Чангару и Армянску Украина могла направить десантников. Большая группировка войск вряд ли оперативно прошла бы через перешеек, а вот 79-ю аэромобильную бригаду из Николаева и 25-ю бригаду ВДВ из Днепропетровска могли перебросить Крым в течение дня. Да ну зла совсем рядом. А значит, десантников поддерживают корабли украинских военно-морских сил. А еще поддержка с неба. На одном только аэродроме Бильбек несколько десятков реактивных боевых самолетов. Преимущество на стороне Украины, ведь и местная самооборона, и пресловутые зеленые человечки вооружены только стрелковым оружием. Далее под контроль украинских военных берется Джанкой. Здесь находится военный аэродром, способный принимать грузовые самолеты любого класса. В это время в Крыму находились бойцы двух, пожалуй, самых эффективных спецподразделений Альфы и Барса. Они берут под охрану стратегические объекты и блокируют сепаратистов. Пограничники и военные инженеры тем временем минируют Керченскую паромную переправу. Основной способ сообщения с Россией. Небо закрыто. Крым объявляется беспилотной зоной. Аэронавигационная система отключена. А на случай серьезных столкновений в городах Украина располагает значительным контингентом. На тот момент на полуострове находились 18 тысяч военных, бригада береговой охраны из Перевальского, федосийские и керченские морпехи, симферопольские артиллеристы, у которых даже знаменитые грады на вооружении явились. Напомню, что всего этого не случилось. Вот эта альтернативная история. Так могли развиваться события, но команды из Киева не было. А как вы думаете, то, что мы потеряли Крым год назад, это был просчет, это была растерянность властей, это была диверсия, спецоперация. Вот почему так случилось? Сейчас год назад мы все чаще задаем себе этот вопрос. Ну, на самом деле, думаю, что Украина действительно была не готова до этой ситуации, и российская влада, она понимала, что она ударила сам в тот момент, когда ей это было вигодно. И можно дать эмоциональные ответы, что Альфа могла перекрыть периметр административных этих зданий, и этого было бы достаточно, но на самом деле это бы не работало, потому что та самая Альфа, она почти повным складом перейшла на сторону оккупанта, и если говорить про эти воинские частины, которые там были, они тривали час, оборонялись, но вопрос того, что Андрей сказал, что 80% склада этих частей они кримчанами, и они понимали, что они не смогут покинуть свои родины и выехать из Крима, поэтому это, конечно, грязная с их боку, но с другого боку, украинская влада мало думает о процессе 20 сроков на заложенности Украины. Давайте мы прямо сейчас услышим, что в Крыму по этому поводу думают, но вот жители Симферополя говорят, что смотрят нашу программу, и сегодня они не просто зрители, мы их можем услышать. Ну, если обычно мы разворачиваем нашу вторую площадку на главных площадях городов, то в Крыму вот сейчас наша камера установлена, вы видите, на обычной кухне, где люди просто собрались у телевизора. Ну, старшее поколение наверняка помнят, как в советское время, чтобы поговорить, что называется, за жизнь, люди на кухнях собирались. Ну, вот так сейчас, к сожалению, и в современном Крыму. Сергей Кудимов там с нами на связи. Сергей, какая у вас там ситуация, и каковы настроения год спустя? Здравствуйте, Дмитрий. Маленькое уточнение, мы не на кухне, кухня вот буквально в нескольких метрах от нас, мы находимся в комнате. Вы правы, у нас такая небольшая камерная обстановка, домашняя обстановка, и не потому, что на улице холодно. Дело в том, что если бы мы включались на улице, да еще вот с украинской символикой, то по российскому законодательству это могло трактоваться как несанкционированный митинг, и все мы могли очутиться в каталажке. В каталажке мы очутиться не хотим. Рядом со мной стоит Александр, он может подтвердить, что, собственно говоря, даже если вам разрешили провести митинг от чаепития со следователем, вы не застрахованы. Александр был одним из тех организаторов честования годовщины дня рождения Тараса Шевченко, но после этого мероприятия ему надели кандыла. Александр, почему так получилось? Честно говоря, я не организатор, а участник. На суде выявилось так, что была указка от этого, от этого, от этого забрати, и все. Что подтвердили сведки, которые проходили... За что вас забирали? За использование несанкционированной символики. То есть желто-голубых цветов? Желто-блакитная стричка и вишиванка у меня. И вот буквально на днях вас опять повторно арестовали. Как это получилось? Мы договорились за интервью с польским телебачением и это побачила самооборона и нас затримали для перевирки наших документов. И вот я знаю, вот в постановлении суда очень интересная есть трактовка, вы можете ее зачитать буквально коротко. Судом установлено, что гражданин Кравченко АЭС 2009-2003 2015 года был Тарасом Григорьевичем Шевченко. То есть суд установил, что вы были Тарасом Шевченко? Да. С 11 до 12 дня. Я понял. И рядом со мной Эльми Умеров, представитель Меджлиса Крымско-Татарского народа. Господин Умеров, вот собственно говоря, год прошел. Что произошло в жизни татар за этот год? Вы чувствуете, что ущемляются права татар в Крыму или же нет? Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Украина. Наверное, я начну с того, что крымские татары это самая многочисленная группа политическая, которая до сих пор не признает юрисдикции Российской Федерации в Крыму. Меджлис Крымско-Татарского народа, а это выборный представительный орган, принимал соответствующее заявление еще год назад. Вы чувствуете, что за этот год как-то усилилось давление на крымских татар, в том числе за их позицию? Я думаю, что давление усилилось именно из-за позиции крымско-татарского народа, потому что в течение этого года начали происходить вещи, которые раньше в принципе не происходили. Это внезапное исчезновение людей без какого-либо принципа. Потом некоторые из них были найдены мертвыми, убитыми со следами пыток. Некоторые из них не найдены до сих пор и с нашей точки зрения следствие ведется далеко неэффективно. Кроме этого, несколько активистов национального движения крымских татар, в том числе лидеры народа Мустафа Джемилев и председатель Межлиса Рифат Чубаров не допускаются в Крым по решению прокуратуры на 5 лет лишены возможности въезда в Российскую Федерацию. Спасибо, Альми. И рядом со мной еще находится отец Иван, собственно говоря, представитель Киевского Мы услышим, что дадим возможность поговорить с вами. Я хотел бы спросить. Скажите, вы представник влады, вы народный депутат, вы активист. А что мы можем сделать для этих людей, которые сегодня рассказывали, что хлопца заарештовали за то, что он Тарасом Шевченком был. Я хотел бы сказать, что у нас эта проблема началась десь рік тому, когда я говорю про наших преследований свободы, наших преследований кримских организаций свободы, которых, по суті, довелося больше, из которых просто евакуювати разом с родинами из Крима, потому что им загрожила просто фізичная расправа. И сейчас переследования идут. Олександр Костенко свободовец был затриман в Криму за какими-то абсурдными звенувачениями, поламали руку, катували. Такие ситуации, на жаль, повсюдні. Наверное, доводилось пикетовать российское представительство тут в Киеве, чтобы хоть в Криму. Очевидно, что влада сегодня должна попытаться адресно любыми методами допомогать людям, которые лояльны к Криму и больше того, тех людей, которые не просто лояльны, а кто проявляет свою гражданскую позицию. Допомогать, возможно, если нужно, даже евакуювать их если им ограживает небезпеку, и надавать тут условия. Так же допомогать, возможно, финансово, будь-як, но мы должны поддерживать этот огонь лояльности до Украины. В Криму без всего мы точно говорить про долгостроковую стратегию неможливо. Я не про свободу говорю, я говорю, что просто все патриоти, будь-хто, кто в Криму выйдет и скажет, что Крим это Украина, не наражается на небезпеку. Я говорю про то, что нам довелося евакуювати целью организацию. Вы с своими працювали, на жаль, решту кинули. Мы никого не кидали, я не провожаю. Я про державу. Держава, на жаль, не может допомогти. Это проблема. И вместо того, чтобы сейчас заявлять очевидные вещи, нужно допомогти тем, кто там еще потребует допомоги. Хотя бы евакуювать их если инши варианта не имеют. А по вашему, какая конкретная допомога нужна? Конкретная допомога, на самом деле, сейчас в Криму нужно бороться за юрисдикцию Росии. Треба, чтобы там были присутні правозахстаные организации, международные спостережения и, принаймні, про это постоянно говорить и очень гучно говорить. Потому что про Крим сейчас згадую только до речницы окупации Криму. Если посмотреть на все телеэфиры месяц тому, то Крим очень рідко вернулся с теми Схода Украины. Я понимаю, что это частково виправдано, но в Криму действительно есть наши граждане. Может, потому что у політиков нема меседжей, нема готовых решений. Но медиа это третья влада, которая должна быть более активной в том числе. И помогать кримским переселенцам быть на абсолютно законных умовах. Не назвать этих людей не резидентами в собственной стране. Я не буду сгадывать уже славназвестный закон, который принял Верховный Рад Украина минулого скликаня. Я говорю про закон вільную экономичную зону. Тому, звичайно, что постійно сприяти максимально тим кримчанам, которые находятся на тимчасово окупованной территории, и так само сприяти тем людям, которые были покинутить свои домики через свои патріотичные переконания. Но я повторю, что сейчас там можно бороться только в рамках их законодавства, потому что украинской юридикции там нет. Спасибо, что были в студии. Вы говорили, что нужно допомогать не только тем, кто там. Я хочу рассказать об одной истории. Просто обратите на нее внимание, поддержка нужна не только тем, кто остается на полуострове. Вот имя Юлии Мамчур, командир авиабригады аэродрома Бельбек, ныне нардеп, его имя у всех на слуху. Вот, к примеру, кому-то из вас что-то скажет имя Виталия Онищенко. Знаете такого? Это тоже героическая личность, замполит тактической группы Крым. Вот ровно год назад наша съемочная группа снимала его во время вооруженного захвата части ПВО Севастополя. Тогда же на наших корреспондентов было совершено нападение, так называемая местная самооборона уничтожила всю аппаратуру, моих коллег избили. Журналист Ирина Механик тогда спасла часть эксклюзивного видеоштурма. На редких кадрах было видно, как раз подполковник Онищенко фактически в одиночку принял на себя удар. И вот сейчас, год спустя, Ирина Механик расыскала героического замполита и вот что он рассказал. Назад! Назад! Ребята, пожалуйста! Они предлагали нам сдать территорию, соответственно, мы отказались. После этого последовала команда штурм. Командира заблокировали в доме дежурной смены. Личный состав закрылся на территории защищенного командного пункта. И мне пришлось в это время как раз взять руководство вот этими действиями на себя. На этом видео севастопольская часть ПВО за несколько часов до штурма. Наша съемочная группа оказалась первой и единственной, которой разрешили тогда спуститься в секретный бункер. Здесь военные и будут держать оборону. Женщины, которые там были, служили, они своим поведением иногда подавали пример мужчинам, как можно себя вести. Равнялись некоторые мужчины больше на женщин, чем на тех руководителей, которые там были. Я крымчанка. Меня от меня защищают, получается. То есть это не защита, это провокация. Зачем они это делают, провокация? Я объяснял людям, чем больше мы здесь простоим, тем дольше есть возможность привести вооруженные силы в боегатолий стан для того, чтобы дать отпор в руку. На нас смотрели очень многие люди и понимали, если мы тут не начнем где-то сопротивляться, то будет очень плохо здесь, в Украине. То есть мы показали, что можно с этим и нужно с ними себя так вести, потому что они будут так наглеть, будут приходить к нам в дом, к нам, сюда, где мы живем, к нашим детям, к нашим родным. Поэтому надо их выкидывать отсюда, чтобы не было потом дальше. Они на Урале скажем так, по воротам пытались их пробить. Вторая группа у них сразу же блокировала защищенный командный пункт. Знал, чем это может быть может быть. Может, один один на тот момент сыграл. Я считаю, что необходимо это было дело делать. Это дело сделали. По крайней мере, тот бой мы выиграли. Дальше это уже будет расстояние истории. Вооруженный захват севастопольской части тактической группы Крым стал первым, который удалось снять и показать всему миру. Но российские СМИ назвали этот штурм инсценировкой. А это уже кадры, снятые летописцами переворота. Безоружный украинский офицер без труда дает отпор до зубов вооруженному агрессору. Сюжет о героях готов. После вывода из автономной республики Крым у нас вышло где-то приблизительно по разным частям от 30 до 40 процентов военнослужащих. А есть такие, у которых семьи, родители на материке, а они остались служить там, перепристигнули? Есть очень много таких людей, которые находятся, есть уже у меня информация по ним, что некоторые уже переживают, что они очень долго уже не видели маму, но они принимали свое решение, когда думали о маме, наверное, или каких-то других вопросах, когда принимали решение оставаться, причем оставаться не просто оставаться там, а переходить на сторону врага. А тактическая группа Крым, вот что происходит с ней? Скорее всего она будет сокращена, что не хотелось бы ее рассморомания, это признание аннексии Крыма. Елена Механик, Наталья Неделька, Павел Лысенко, подробности недели, телеканал Интер. Сменим тему. Волонтеры. Без этих людей, помогающих армии, Украина, возможно, не смогла бы себя защитить в минувшем году. Вот вспомните, сколько мы в этой программе, в этой студии показывали репортажи с фронта. Наши военные постоянно говорили, что от государства получили, мол, только оружие. Вот всем остальным обеспечили именно волонтеры. Ну, поэтому каждый раз, когда мы с вами видим людей вот с такими кэшбоксами, которые собирают деньги для армии, ну, без сомнения, тянемся за кошельком. А сколько есть? Достаем из кармана, кладем. Просто потому, что понимаем, что это деньги, которые пойдут на фронт. Это деньги, которые пойдут ребятам. Что самое страшное? Большинство из тех, кто собирает деньги, вот такие кэшбоксы-мошенники. Об этом. На этой неделе заявил Георгий Тука, один из самых известных украинских волонтеров. Ну, факт очень неприятный. Мы решили разобраться. Георгий сейчас в студии. Подходите, пожалуйста. Спасибо, что приехали. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а неужели это правда, что когда мы видим людей вот с такими кэшбоксами, когда, ну, действительно, рука тянется к кошельку, потому что хотим помочь фронту, что эти деньги не дойдут до фронта? Тут проблема намного сложнее с моей точки зрения. Во-первых, не столько дело в тех деньгах, на которые вот нас обворовывают. В конце концов, деньги, это есть всего лишь деньги. Но что делать с моралью? Ведь эти люди, которые используют горе страны, горе конкретного человека, они убивают в нас, в обычных гражданах веру в сострадание. Когда ты понимаешь, что тебя обманывали один раз, тебе уже не хочется помогать дальше. Без всякого сомнения, да. Именно об этом я и говорю. Все-таки, простите, а вот давайте поймем, какой масштаб у этого явления? Это одиночные факты или это система, система мошенничества? Это система, без всякого сомнения, это система. Это система, я даже не исключаю, что, может быть, эти денежные потоки со всей Украины, они концентрируются всего лишь в нескольких своеобразных центрах, где идет общий сбор. Эти центры наверняка контролируются теми или иными властными структурами. По большому счету, если бы мошенников было так просто распознать, то их бы, как вида преступников, бы не существовало. Вот скажите, я об этом хотел спросить, а как распознать мошенников? Все равно мы хотим помочь армии. Ну, на самом деле, это вот одна из самых серьезных проблем, которая действительно очень тяжела. По большому счету, в криминальной иерархии мошенники, как вид преступников, находятся на одной из самых верхних ступеней. Если вспомнить та же самая легендарная личность, Сонька Золотая Ручка, ведь ее конек был, это виртуозное мошенничество. Ага, то есть схема достаточно сложная вы к этому, и схему, которая раскрылась, давайте так сделаем. Простите, а мы вот этот кэшбокс сдали моему коллеге Руслану Смещуку, нашему корреспонденту, который попытался внедриться в ряды тех самых псевдо-волонтеров, которые собирают деньги якобы для фронта. Он узнал все секреты их бизнеса на жалости. Ну, а главное, выяснил, сколько денег оседает в карманах мошенников. Каждый день сотни людей собирают деньги якобы для солдата ТО и далеко не все доходят до адресатов. Вы собираете деньги, вы работаете в каком-то фонда от какой-то организации? Да, да, от 2-3-3 фонда. А какой план сроки? У меня есть, я не хотел бы, чтобы меня снимали. А почему? Ну, вы не все, я вам покажу, только без камеры. У большинства из них есть документы, позволяющие заниматься сбором средств. Но действующий механизм контроля за денежными потоками отсутствует. Я лично в милицию приводил двух таких уличных волонтеров. Это Давид Арахамия, председатель Совета волонтеров Фременобороны Украины. Давид рассказывает, большинство людей с коробочками, и их начальники просто кладут в карман часть собранных денег, дискредитируя саму идею волонтерства. Они как бы просто тренды ловят. То есть они раньше там на Чернобыльских каких-то там авариях паразитировали, потом на детях больных раком. Сегодня это, к сожалению, война, они паразитируют на войне. Это просто такие трендовые, ну, мошенники, на мой взгляд. На сайтах объявлений масса вакансий платных волонтеров каждый день появляется сообщение о том, что различные благотворительные фонды набирают людей, оплату обещают ежедневно от 200 до 500 гривен за смену, а также обещают поощрение и премии. Узнаем, как это работает. Сейчас я нахожусь возле одного из таких фондов, которые набирают людей, которые за зарплату собирают пожертвования от граждан. Я попытаюсь трудоустроиться в этот фонд и посмотреть, как эта схема работает изнутри. Фонд занимается сбором денег для онкобольных детей, но работает по такой же схеме, что и все остальные сборщики. Мне называют таксу, ее якобы возмещают некие партнеры фонда. Затем мне выдают копии документов, коробку для пожертвований, жилетку, а еще жалобный текст и отправляют на охоту за деньгами. Мне дали задание спуститься в метро и курсировать от станции к станции, собирая пожертвования. Вот я работал уже больше часа за это время заработал на шоколково 100 гривен. Через пару часов отношу коробочку в офис. Вот за два с половиной часа работы мне заплатили 66 гривен. Меня просто забрали корзинку для пожертвований и отчитали деньги. Причем никакой учетности, никаких документов я не заполнял. То есть тут в реальности отследить сколько денег было собрано, сколько пошло в кассу фонда, а сколько потом было перечислено на нужды больных детей или солдат не представляет всевозможным. А теперь мы поработаем на себя вообще без документов. Сейчас мы проведем эксперимент свой. У меня будет коробочка для пожертвований, похожая на те, которые используют платные волонтеры. Еще для полноты образа я добавлю вот такую светоотражающую шелестку, которой пользуются дворники. Ну и посмотрим, что у нас из этого получится. Спасибо. Помощь бойцам АТО. Перемещаемся на Крещатик. Помогите, пожалуйста, пострадавшим бойцам из зоны АТО на лечение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Люди беззаботно отдавали мне свои деньги. Все, кроме вот этой компании. На самом деле вы первый человек за полчаса, я журналист. Видите, камера стоит. Но вот как вы видите, за полчаса работы только одни люди поинтересовались, есть ли у меня необходимые документы. А так подходили достаточно охотно жертвовали. Ко мне подходили даже иностранцы и тоже давали деньги. И при этом не спрашивали ни документы, не обращали внимания, что корзинка не запечатана. А добросовестные волонтеры советуют, прежде чем дать деньги, задайте всего пару вопросов. Как я узнаю, сколько денег собрано, где вы это отражаете, каким образом, а как я убеждаю, что когда вы отвозите, это не просто фоточки, как вы это ставите на баланс вооруженных сил или нацгвардии и так далее, что вы делаете для того, чтобы вещи, которые вы купили за наши деньги, по сути, народные, не украли в армии. Потому что такие случаи тоже бывают. Все заработанные таким образом деньги, то есть из этой корзинки, а также те деньги, которые я заработал, когда работал под прикрытием платным волонтером, мы перечислим проверенным волонтером. Ух! Ну вот, мы перечислили все заработанные деньги. И мы можем быть уверены, что эти деньги дойдут до фронта. Руслан Смещук, Иван Нашкиндер, Алексей Шматов, Василий Миновщиков и Владимир Самченко. Подробности недели телеканал Интер. Подробности недели мы в прямом эфире Георгий Тука, один из самых известных украинских волонтеров у нас в студии. И вот буквально через минуту поговорим с советником министра внутренних дел. У меня короткий вопрос к вам. Скажите, мы-то перечислили деньги для фронта. Какие объемы денег, какие суммы крутятся каждый день вот с этими фальшивыми кэшбоксами? Если говорить о масштабах страны, я думаю, что речь идет ежедневно о миллионах гривен. Ежедневно о миллионах гривен. В этом бизнесе задействованы тысячи людей. Давайте узнаем, как МВД на это реагирует или собирается реагировать. Дайте, пожалуйста, связь у нас из Харькова. Антон Герасченко должен присоединиться. Народный депутат и советник министра внутренних дел. Антон, видим, вас слышим. Спасибо большое, что с нами в прямом эфире. Скажите, огромная проблема, о которой мы говорим сейчас. Фальшивые кэшбоксы. Добрый вечер. Добрый вечер. Фальшивые деньги, фальшивые волонтеры. Как с этим бороться? Вы знаете, в целом украинское общество избирает тех депутатов, которые не будут ничего делать для них. Вы знаете, что, например, был переизбран Лесик Довги по Кировоградской области и тому подобное. И это есть проблема доверия. Если ты не веришь этим людям, то не даваем деньги. Если они не могут перед тобой отчитаться о том, что они сделают, не даваем деньги. Министерство внутренних дел проводит комплекс оперативно-технических методов для того, чтобы вы сейчас целый ряд групп людей, которые занимаются подобного рода действием, вы в ближайшее время увидите значительные результаты по этой работе. Но еще раз говорю, нужно говорить о том, что есть люди, которым можно доверять, которые своими делами доказали свою верность идее защиты Украины. Это Георгий Тука, это мой товарищ Давид Арахамия, Юрий Касьянов, Юрий Бирюков и другие люди. И все эти структуры неизвестны. Не надо доверять тем, кого вы не знаете. Антон, будьте добры, вы знаете, на улице, когда мы идем, очень сложно простым обычным людям проверить, куда пойдут деньги, кто эти люди. Вот вы, как представитель МВД, еще раз повторяю, если вы не верите этим людям, не давайте денег. И таким образом вы не будете терять зря. Давайте деньги тем, кому вы доверяете. Есть интернет, есть фейсбук, есть история, которая показывает, кто со времен Майдана делал добрые дела, а кто непонятно кто. Вот и все. Давайте учиться перестать доверять первым попавшимся встречам, которые делают доброе несчастное лицо. Хорошо, спасибо большое, что присоединились. У меня к вам просто огромная личная просьба. Пожалуйста, свяжитесь с министром внутренних дел, попросите под личный контроль это взять, потому что, ну, честно говоря, когда вы говорите, что не давайте, ну, не поднимается рука, не положить деньги в коробку, на которой написано помощь бойца НАТО. Скажите, а что по-вашему может быть сделано? Рекомендация Антона на 100% соответствует действительности. Все дело в том, что этих людей очень тяжело привлечь к ответственности с законодательной точки зрения. Есть откровенные жулики и мошенники, которые, под видом которых выступил ваш корреспондент, да, которые не имеют никакого вообще юридического статуса. Но есть масса контор, которые реально зарегистрированы как благотворительные фонды. Сейчас они не составляют абсолютно никакого труда. Но куда идут деньги, идут ли они вообще куда-то? Достаточно съесть в интернет, посмотреть 15-20 минут, и вы убедитесь, посетив ряд сайтов, ни одна ссылка на реализованный проект, на запланированный проект. Это ничего не работает. Элементарный шаблон, взятый из Ворда, который выставлен как официальная страница данной организации. Никакого отчета от деятельности. Ничего этого нет. А мы продолжаем кормить мошенников, причем в таких объемах, что просто даже не мог. Если люди хотят реально помочь армии, что можно сделать? Я бы советовал в первую очередь победить свою лень. Потому что все мы должны нести определенную ответственность за то, что мы делаем. Давайте согласимся, что элемент подавания в урну, в кэшбокс, это с нашей стороны элемент некой социальной лени. Ну, часто люди себя снимают ответственность за то, что происходит на фронте. Да, да, да. Но реально есть организации, которые заслужили доверие, уже не первый месяц этим видом деятельности занимаются. И существует масса способов, каким образом можно этим организациям помочь. Через банкоматы можно помочь, через наличными привезти. Масса способов. Было бы желание. Но когда у человека этого желания нет, а есть желание, скажем так, получить некую внутреннюю индульгенцию, то самый простой способ отдать кэшбокс и даже не задаваясь вопросом, а куда пойдут мои деньги. Вы знаете, наверное, самое важное, о чем мы сейчас сказали, чем мы можем помочь зрителям, давайте каждый, когда хочет помочь армии, все-таки будет задаваться этим вопросом, куда пойдут мои деньги. Ну и понимать, кому ты эти деньги отдаешь, что они могут не пойти. Тем ребятам, которые нужны на фронте. Спасибо большое, что были в студии, спасибо, что на самом деле помогаете нашим ребятам. И у нас сегодня еще тема тарифов, тема кредита МВФ, интервью с первым президентом Украины Леонидом Крапчуком, но все это будет только после рекламы. Дождитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Леонидом Крапчуком. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Вечер добрый. Я Дмитрий Анопченко. На этой неделе мы с вами получили новые платежки за коммунальные услуги. Ну, вот такие вот письма счастья. Цифры неприятно удивили. Вот только главный сюрприз нас еще, по-видимому, все-таки ожидает. Начиная с апреля тарифы будут повышаться и на электричество, и на горячую воду, в общем, на все. И люди просто опасаются, что скоро счет будет не на сотни гривен, а на тысячи. Ну, доходит до смешного. В социальных сетях уже появились объявления для киевлян. Я одно распечатал, а вы же его сейчас увидите на ваших экранах. Объявление такое. В связи с резким повышением стоимости коммунальных услуг предлагаем обмен вашей квартиры на новый дом в пригороде. Мол, там не нужно платить за отопление, за горячую воду и даже переезд обещают компенсировать. Ну, пока что все это похоже на аферу для доверчивых пенсионеров. Мало кто из вас знает, что в Прибалтике такое уже было, когда люди просто уезжали из городов, ведь из-за реформ им не хватало денег на оплату квартиры. Станет ли это массовой практикой в Украине? Давайте просто сейчас разберемся, спросим у наших гостей, которые вот только что подъехали. Вечер добрый, проходите, пожалуйста, в студию. Представлю гостей. Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ с 2007 по 2010 год, человек, который вечер добрый, два с половиной года возглавлял министерство. Александр Сергеенко, директор аналитика исследовательского центра Институт города. Доброго вечера. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. Скажите, пожалуйста, а вот головное питание у всех, кто эти лица счастья отримал, это остаточные суммы? Чи мы влитку, в восемьи отримуем что больше, в двое, в третье? Это не справедливое счастье. Справедливое счастье прийдет на початку травня. Сколько? Если будет продолжаться в квитне опаливанный сезон, то в селе люди, мабуть, будут платить минимум 700 гривен, если они встегнут оформить субсидию. В местах будут платить не 10 в среднем по Украине, а приблизно 16-17 гривен за квадратный метр только за опаливание. Ну, если перераховать, то, например, если человек зараз платит 400, там пришла новая платежка, то это будет сколько? 700? Да нет. Однокомнатная квартира будет стоить до 1800, до 1000. Да. Двокомнатная, вдвече больше приблизно. Ну, все залежит, багато залежит от количества членов семей. это в протяжении года или только в зиму? Значит, будем сподеваться, что мы повернемся до старой системы. Я називаю эти цифры, так, как сейчас законодательство, когда мы платим в опаливальный сезон. Пока что по закону только в зимовый сезон мы платим. Не будет полный на 12 месяцев. Ну, когда поменяют закон, если его поменяют, то значит, будет строк и меньше. Вы говорите, что это не самое страшное. А что самое страшное? Ну, самое страшное, это то, что цена на газ, которая закладывается в эти тарифы, она не является а не рынковой, она не является экономически оборудованной, она является политической. И это нужно признать. Но при великой жаль, если бы в стране был антимонопольный комитет, то он бы на начале сказал, что там монополия есть, это не рынковый у нас стан, и, в основном, не говорите и не балакайте, хлопцы, про рынковую цину. Нам начали бы лякаться какими-то российскими рынковыми цинами. Это не рынковая цена. Это первое. Другое, так, нема вопросов, нужно было, мабуть, увеличить цину на газ. Но первое, это мова про траекторию. Вот я вам сейчас наведу очень скандальное резонансное признание Павла Розенка, министра социальной политики, а вы понимаете, про что я? Движ, два дня тому, он сказал с приводу иншого, пенсийного века. Он сказал, а МВФ не требовал увеличить пенсийного века. Но тем самым, вы понимаете, он посередине наказывает, а МВФ и не вимагал такого резкого подвищения тарифов. До 2017 это должно быть выполнено. И почему эти хлопцы решили так быстро все это сделать? Это первая помилка, траектория. Другая, это настолько надбавая это делается, потому что это нужно было выполнено профессионально людям, которым доверяют. Ну, извините, не можно ставить 24-летнего хлопца на посаду главного арбитра по ценам и тарифам в энергетике. Потому что этот орган мает заспокоювать и ему мают доверять. Довери немає. И теперь все это, на превеликий жаль, будет переходити в такий социальный до прогуру. Ну, чекайте, если доверия нет, то где гарантия, что люди будут платить за этими завышенными платежами, за этими тарифами? Гарантий немаю. С досвиду минулого року, когда еще незначное было подвищение протягом минулого 2013 переверить цю ціну, и, власне, каучи, вона стала крайне небезпечна. Я не хочу зараз лякати, поверьте мне, а вы же не випадково на початку разговора пригадали досвид прибавки квартиры. Розумієте, ціна на газ, ціна на тепло, приватна компанія, наприклад, Київенерга, виставляє рахунки, ось такі заобличні, накрутивши ще й свої додаткові, в них таємниць багато, людина не може сплатити, йде на рахування боргів, потім, колектор приватний приходить і забирає квартиру. Розумієте, тобто підготували, що перерозподіл ринку житла, якщо це не буде збалансовано, якщо ця тарифна система не стане прозорою, не буде повністю 100% облік вже в цьому році, в нас немає вже 16-18 роки, в цьому році має бути здійснений 100% облік потеку, якщо не їм нема, тоді нарахування, нормативи скоротити по кожному місту в півтора рази, щоб по факту платили. Це мільярди суми. І якщо цього не зробити терміново, то тоді, вибачте, це буде, прогнозую, кризу на платежі і далі інше. Чекайте, чекайте, вам скажуть, давайте, є такий простий шлях субсидій, давайте ми малозахищеним дамо субсидії, таким чином ті, хто не може платити, будуть платити менше і проблема вирішена. Ви знаєте, це нонсенс, коли 70% чи 77% населення оголошується бідними. Відверто скажемо. По-друге, субсидія не вирішує проблему енергоефективності. Якби мені цю субсидію дали на стеклопакети, на нові батареї, на утеплення будинку і на лічильник тепла в багатоквартирному будинку, то було б інша справа. А так, це субсидія не для народу, не для населення, це субсидія для того самого олігарха, який раніше отримав в різницю тарифів не веду. Дивіться, 24,5 мільярди субсидій. На тотальний облік 100% хоча б по теплу по будинках треба 3-4 мільярди. Якби ми витратили одноразово 4 мільярди гривень, це не такі великі кошти, то треба було вдвічі менше субсидій і назавжди. Розумієте, то не на лічильники йдуть субсидії, а на те, щоб покрити збитки олігархів. Ось ця політика субсидій. Це зносило реконструювати стадіон Олімпійський. От і все. Мільярди, вирішення, мільярд доларів став коштувати. Дякую, що поговорили, дякую за вашу думку і дякую за фаховий аналіз, тому що ми всі отримуємо ці платіжки і дуже важко зрозуміти, які там ціни і чи насправді ми маємо їх. Якщо дозволити, одна парада шлифка дуже. По кожному регіону викликайте в кожному місці на килим свого міського голову, робіть фахові експертні групи, ми можемо порадимо експертів. Бажано в Запоріжжя, хай з Дніпропетровська приїдете, в Дніпропетровськ, в Запоріжжя. І хай ваш міський голов вигортає всі складові тарифи на тепло, на воду, на житлово-комунальні послуги і все таке інше. А боротьба за ціну нога це буде наша спільна боротьба. Єдиний, хто це зробив поки що, це мер Києва Кличко. Організував комісію, яка перевіряла тарифи. Дякую за зауваження і дякую за пораду. Порада дуже слушна, бо мені дуже важливо, щоб було, щоб ми не тільки поговорили, а просто пораду дали людям, яким доведеться це платити. Ми всі платимо. Ну і ми спросили у тих, по кому це повишення ударить прежде всього? Учителів, пенсіонерів, у врачей. А от як їм вдається виживати при нынешній квартаті, ну і яким образом вони планирують жити після 1 апреля? Дня сміха, коли зовсім не смішно станеть. Газ золотий. Влітку буде газ 7-18. А чи хтось прорахував, чи можуть оплатити пенсіонери, бюджетники оці тарифи? Я працюю в спеціальній школі-інтернат для дітей з особливими потребами. 42 роки. Посадовий клад 2 тисячі 560 гривень. Але там є надбавки. Ось електрика, телефон, це опалення. 1000 гривень виходить. А якщо збільшиться в 2,5 рази? 2,5 тисячі. Чому бідні пенсіонери, вчителі, всі бюджетники повинні покривати дефіцит бюджету? А де наші олігархи? А чому вони не платять отих рент, податків? Хіба це справедливо? Живем з сім'єю. Ну, я мужу-ребенок. Я в декретному відпускі. Получаю декретних 130 гривень. То есть, що можна купити на ці гривень? Відпускати молоку, підпускати якісь продукти, це, опять-таки, все електроенергія, тому що це мікроволнувка. Плюс стиральна машина, плюс холодильник, який постійно включений. Зима, лето, і муха, без разини. Ну, світ, телевізор. По 3 тисячі ми платили, де-то за коммунальне. Вот, коли був бачій расход електроенергії. Це золотая вода. То есть, відкриваєш кран горячій води, і вода, она ж не горячая. Вона прохладнає. І вот зараз вона ще еле-еле тєплая. То есть, пока вона збежить, а ще чуть-чуть уже считають. Пока викручуємося, як буде далі. 1 апреля, да, 1 апрельська шутка. Мені 83 роки. 48 роки я на страну проработала. Інвалід 2-й групи по зору і общого заболівання. Ти получаєте за це? Ні, я получаю тільки твою свою трудовую пенсію, і все. Ми, получается, выброшены на свалку. Як можна прожити? У мене 1000... Я участник войны, і у мене 1500 гривень пенсія. Тут я заплатила 220 за коммуналку, 50 за телевізор, 22 за телефон, 30 с чем-то надо заплатить за домофон. Вот это, получается, больше 300 с лишним рублей. А теперь, если увеличивается... Мне сказали, я говорю, три рублей 700 будете платить? Так, извините, как я буду на 700 гривень дальше жить? Я собралась отправить нашему правительству запрос. Почему я должна платить 15-17 процентов от своей пенсии? Когда раньше было 10 процентов? Богатенькі, і пусть платят. У них по нескільки квартир. Почему? Должны за счет пенсіонеров. За счет бедного населения. Все это делают, эти реформы, беруть с них, вздирають последнюю шкуру, а себя они, милых и ласковых, не трогают. Хлеб 10 рублей этот украинский, обдираловка. Они забрали у нас 10 процентов за лекарства. Нам лекарства не дают с прошлого года. Лекарства почему-то дорогие. Почему они дорогие? Извините, пожалуйста, или ты ходишь, корчишься от боли, или ты сидишь на овсянке, да и овсянка теперь уже стоит 400 грамм 15 рублей. Этот наш Яценюк говорит, что он пошел, как он себя назвал, самураем? Камикадзе. Камикадзе. Так надо было ему и уйти, раз он не справился за полгода, ничего не сделал. И ушел бы, и как камикадзе. Сменим тему от экономики к большой политике. Петр Порошенко сейчас в Берлине. Несколько часов назад он проведал украинских бойцов, которые лечатся в Германии, ну а завтра он встречается с Ангелом Меркель. Речь, очевидно, пойдет о перемирии на востоке Украины и о том, как будет действовать Запад. Президент сказал, что со времени подписания минских договоренностей в феврале боевики нарушали режим тишины больше тысячи раз. Учитывая это, в Европе решили продлить санкции против России еще на полгода. Ну, ввели их, напомню, в 2014-м, после аннексии Крыма, события, о котором мы в течение этого эфира много говорим, в течение года санкции усиливались по мере ухудшения ситуации на Донбассе. Ну, замечу, что до сих пор в Европе нет единства. А нужны ли вообще такие меры? В некоторых странах, в той же Италии, Чехии, Венгрии, в обществе нет единого мнения. Год санкций. Сколько он стоил Евросоюзу, России и самой Украине? И есть ли альтернатива? Вот этот вопрос выясняли наши корреспонденты. В Евросоюзе, России, ну и, естественно, в самой Украине. Европа от санкций отказываться не собирается. Их продлят еще на полгода. И в списке все те же российские чиновники, украинские сепаратисты, ну и близкие к Путину люди. Россия пытается делать хорошую мину при плохой игре. Находящиеся под санкциями олигархи скучают по ставшей теперь уже недоступной для них зарубежной недвижимости. А простые жители начали экономить даже на еде. Украина довольна. Здесь считают санкции едва ли не единственным действенным способом остановить Россию? Вопрос только в цене. Платить за торговые ограничения приходится ведь и нам с вами, и самой Европе. Готовы ли к этому в Брюсселе, София? Да, коллеги, я выяснила и, похоже, готовы. Два года санкций 2014 и 2015 обойдутся Евросоюзу в 100 миллиардов евро. Здесь и заморожены энергетические проекты, и заблокированный военный контракт по мистралям, и, конечно, убытки аграриев. Это было ужасно, когда в разгар сезона мы не смогли сбыть урожай и требовали ответа от ЕС. Что же делать с выращенным? Хранить, перерабатывать? В итоге нам выдали компенсации. Поэтому европейцы готовы закрывать глаза на возможные убытки из-за санкций. Мол, это приемлемая цена за сдерживание Москвы. Тем более, что запрещенные там европейские товары идут в Турцию и Беларусь. Оттуда возвращаются в Россию, став намного дороже. Каждое третье яблоко, каждый десятый перец и помидор, выращенные здесь, в Бельгии, уходили в Россию. С продуктовым эмбарго Европа потеряла свой второй по величине рынок продуктов, приносящий в год больше 5 миллиардов евро. И в России этого явно не могли не заметить. Конечно же, заметили. Своей продукцией заполнить рынок не получается, а еще основательно забытое с советских времен слово «дефицит» снова появилось в лексиконе. Считают деньги и те, кто привык не готовить дома, а питаться в ресторанах. Клиентов даже выходной день почти нет. Некоторые продукты, которыми пользовались на производстве, вообще исчезли, а некоторые стали в 2, а то и в 3 раза дороже. Из-за этого пришлось перенимать цены на все меню. Санкции ударили по экономике страны куда серьезнее, чем это готовы признать в Кремле. Цены растут просто на глазах, как в крупных торговых сетях, так и в мелких магазинчиках. Менять ценники не успевают. Постепенное возвращение в 90-е, именно так здесь называют все происходящее, а так называемой стабильности уже давно и след простыл. Стабильность и нам обещала прошлая власть. Мы все помним, чем это закончилось. А что касается санкций, то и по Украине ощутимо ударил бумеранг. Слишком привязана наша экономика к восточному соседу. Со времен основания этого кировоградского завода 90% его продукции уходило в Россию. За последние годы зависимость от российского рынка удалось сократить вдвое. Гидроцилиндры made in Ukraine теперь продают и в Таиланде, и даже в Китае. А вот пробиться в Европу все еще сложно. Слишком много нужно поменять технологии, чтобы отвечать стандартам ЕС. К тому же правительство вместо того, чтобы не помогать, а хотя бы не мешать, поднимает пошлины на импорт. Я бы все-таки не вводил дополнительные пошлины на инвестиционное оборудование, которое заходит в Украину. То есть это является основой в дальнейшем того, что будут производиться товары, которые в том числе будут идти на экспорт и в том числе, допустим, идти на импортозамещение. За прошлый год завод потерял 15% прибыли. Не поступали заказы из замученной санкциями России, а также Белоруссии и Казахстана, на которых тоже накладывает свой отпечаток состояние российской экономики. Сложно пришлось и из-за постоянных скачков валюты. Нестабильная гривна изрядно потрепала нервы украинцам. После нескольких резких скачков ее стоимость более-менее укрепилась на отметке 21,5 за доллар. То есть обесценилась национальная валюта втрое и никаких гарантий. То ли евро упало, то ли доллар укрепился, но впервые за два года валюта европейская вплотную приблизилась к валюте американской. Вот она, тысячерублевая российская купюра. По нынешним временам это около 17 долларов. Курс постоянно скачется. Со времен ввода санкций деревянно обесценился как минимум в два раза. На зеленой бумажке изображен Ярославль. Мы и сейчас находимся в Ярославской области. Это древний город Ростов-Великий. Тут время словно остановилось. А что такое санкции знают далеко не все. Ведь в российской глубинке люди, похоже, никогда в жизни и не пробовали настоящий испанский хамон, норвежских омаров или итальянский пармезан. Вы сыр пармезан давно покупали? Ну, покупаем сейчас. Сейчас покупаете? А он же под санкциями. Почему? Продается же сыр. Наверное, отечественные. Я не знаю, пармезан. Наверное, отечественные. Отечественные, наверное. Простой народ, который в сортах сыра никогда не разбирался, продолжает плавать в экономике. Жизнь катится по наклонной, но в глубинке мало кто замечает, что страна превращается в руину. И то, что живут в бараках, привычно списывают на происки самого барака. Барак Обама? Нет, барак что такое знаю, а больше не тема. Если в былые времена на этом месте еще могла появиться новостройка, то сейчас ипотечный кредит практически не получить. В итоге это бьет по цене рубля и раскручивает инфляцию. А вот Киеву наоборот. Деньги давать готовы. Первый транш МВФ – 5 миллиардов долларов уже в Украине. Но в то, что упадут цены на продукты и товары, веры мало. Украинцам и простым людям, и бизнесу приходится затягивать пояса потуже. Наша экономика так построена, что на ближайшее время у нас заместить достаточно большой объем экспорта – это очень будет сложно. И при том, что нам нужна валюта, нам нужны потребления, нам нужен рост ВВП, нам нужны зарплаты, пенсии и бюджет. Поэтому я считаю, что нам, конечно, лучше работать над тем, чтобы уйти от этих санкций. Санкции эффектом не переносят никому, и в первую очередь Украине, потому что санкции работают обоюдно. Они работают и против России, но они, к сожалению, работают и против Украины, и против Евросоюза. При этом официальный Киев санкции не вводит. С одной стороны, боясь еще больше разъярить соседа, с другой – не нарываясь на еще большие потери в экономике. В Брюсселе санкции продлили до сентября. Расширять не собираются, пока в Украине царит хоть условное, но перемирие. Санкции – это лишь средство, ни в коем случае не цели. Конечно, мы надеемся на прогресс и улучшение ситуации. Впрочем, в Брюсселе не исключают и обострения. Здесь откровенны. В случае провала недавних минских договоренностей будут срочно пересматривать черные списки. Из Брюсселя, Москвы и Киева. София Гордиенко, Данила Русаков и Светлана Чернецкая. Подробности недели – телеканал «Интер». Насколько санкции ЕС способны повлиять, остановить кровопролитие? И что нам самим делать, когда в условиях войны Украина теряет уже далеко не только инвестиции, но и по сути саму экономику? Вот именно об этом. Прямо сейчас поговорим с первым президентом Украины Леонидом Кривчуком. Леонидом Макаровичем, вечер добрый. Доброе здоровье. Скажите, из вашего опыта, а насколько действительными есть санкции? Ось насколько они вообще способны влиять на ситуацию на фронте? Вони впливают на экономику, впливают на социальную сферу, впливают на позицию и думку россиян. Но для принятия решений о Украине, они пока не впливают. Для того, чтобы впливали санкции, нужно добавить оборонную мощность Украины. Я наголошу, оборонную силу украинскую. Надать ей, скажем, оружие, поселить ее экономически. То есть, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии. Это тогда будет реально. Санкции плюс противостояние. И нема чего бояться, что, мовляв, Украина использует оружие для наступа. Украина никогда не наступала на Россию. И наступать не будет, потому что она хорошо понимает наше співвозношение сил. И суть политики украинской никогда в истории не была агрессивной. Ну, чекайте, война ж не всегда будет, доведется и отбудовывать постраждали регионы. Пока это ответственность государства. Но, вы знаете, появилась международная приватная инициатива заучить флоровых европейцев отримать эти 300 млрд долларов инвестиций. По-вашему, вистачить цієї суммы? Захидная и Схидная Немечина, две Немечни. Для того, чтобы Схидную Немечину поднять до уровня Захидной, уже вкладено 2 триллиона. Два триллиона, а еще нет равности в жизни и экономике, и в техническом обеспечении. А Украина набагато больше Схидной Немечни. И за территорию, и за количество людей. Тобто, 300 – это так для нас много. Но для того, чтобы поднять Украину до европейского уровня, это начало для размаха колеса. Кошти будут браться с приватными инвесторами, раз. Приватные фонди, два. Різные и другие возможности, которые есть в Захидном мире. И то, что нам сейчас говорят, ну вот мы возьмем кредиты. Треба брать кредиты, я не заперечу, они больше дешевые. Но кредиты нужно вертать. А инвестиции? Они поднимают Украину, поднимают людей, поднимают экономику, социальную сферу, инфраструктуру. А вертаются только заработанные, прибутки и так и другие. В принципе, Украина может подниматься до высокого уровня, когда включатся все ресурсы. И кредиты, и инвестиции. И главное, люди поверят, что это возможно. А что до веры? А что сами европейцы говорят? Они верят в будущие эти идеи? Вы же, наверное, знаете, только завтра и вернулись. Я был удивлен, что завтра наши партнеры, я их буду так называть, уже уверены в том, что эта программа необходима, что она единый выход для Украины. И когда Дмитро Фюрзер запропонировал, скажем, эту программу, я понял, насколько эта программа реальна. Как человек, ну, опытная, я могу так сказать, жить в данном разе, я имею право на это, принаймні. Она реальна. Во-первых, ее поддерживают на заходе, не просто поддерживают, а включилися в ее разработку. То есть, лучшие менеджеры, лучшие люди, в данном разе, с опытом, которые проводили реформи, а брали участь в проведении реформ у Польши, в Німеччині, знают эту проблему, ну, достоменно, уже включилися в работу. Леонид Макарович, давайте відверто. Это только декларации, или первые кроки, реальные кроки уже сделаны? Вы знаете, там, у Видни, каждый, что до Бога, постоянно идет работа. И я снова называю федерацией работодавцев, потому что они там работают с этими людьми, и с инвесторами, и с этими колишними государственными политическими действиями, нынешними громадскими действиями захода. Они работают каждый день. И я общался с Богом, и я увидел, что они верят в Украину, потому что Майдан для них, это была воля украинского народа. Воля. И они слышали демократизм украинского народа, его желание к демократии, свободе и европейских ценностей. Они верят. Ну, вы знаете, главное, чтобы мы их, наверное, расчарвали, ведь сотни стю реформ, чтобы и надали веры. Дякую. Леонид Тарчук был с нами на связи. Ну, еще одна тема недели. Украина, наконец-то, получила первый транш из нового кредита МВФ. Ну, вспомните, деньги ждали и в прошлом декабре, и в феврале. Решение все откладывалось и откладывалось. Ну, и вот первый транш на этой неделе, наконец-то, пришел в Украину. В эту пятницу. Первые 5 миллиардов долларов. Их разделят пополам. 2 миллиарда 800 миллионов пойдут правительству, ну, а еще 2 миллиарда 200 миллионов получит Национальный банк. А всего за год Украина рассчитывает получить до 10 миллиардов. Сотрудничество с МВФ в Украине оценивают по-разному. Ну, одни говорят, что без этих денег страна не выжила бы. Есть и те, кто уверяют, от кредита МВФ вреда больше, чем польза. Мол, страна согласилась на кабальные условия. Давайте прямо сейчас в этом разберемся. К нам гость подъехал в студию. Проходите, пожалуйста, вечер добрый. Игорь Мазетта, генеральный директор инвесткомпании «Конкорд Кэпитал». Добрый вечер. Скажите, а те условия, на которых мы получили эти деньги, многие говорят, что они чересчур жесткие. Вот только что на вашем месте буквально 5 минут назад стоял бывший министр ЖКХ, который говорит, что Украина могла и до 2017 года повышать тарифы, мы повысили уже. Многие из тех, кто нас сейчас смотрит, болезненно переживают, что пенсионный возраст повысит. Многие болезненно переживают, что гривны отпустили в свободное плавание, и все ради кредита МВФ. А был шанс выторговать лучшие условия? Вопрос в том, что эти деньги, эта программа важны не для чиновников МВФ, и не для западных правительств. Эти деньги, эта программа, и те реформы, которые Украина обязана выполнить, она важна в первую очередь для самих украинцев. Если мы говорим про тарифы ЖКХ, если мы говорим про валютный курс, если мы говорим про многие те вещи, изменения, которых ждет население и народ, и бизнес, то, например, вы же не можете скупать картошку по 10 гривен у селян и продавать ее потом на базаре по 5 гривен. Так же самое вы не можете производить электроэнергию по 10 гривен и продавать ее по 5. По крайней мере, так долго не протянется. Поэтому то, что начинает происходить сейчас, оно должно было произойти еще точно год назад, а вообще по-хорошему еще 23 года назад. Эти изменения нужны не МФ, эти изменения нужны Украине. Скажите мне, а вот те деньги, которые Украина сейчас получила, а куда они пойдут? Вот мы этот пирог нарисовали, все там в газетах, на телевидении видели, что 2,8, 2,2, огромные суммы, миллиарды, что-то пойдет на сбанку, что-то пойдет к обмину. А как их государство тратить будет? Не окажется ли, что деньги уйдут в пустую и к концу года мы останемся опять только с долгами? Ну, половина денег пойдет действительно к обмину, половина денег пойдет в Национальный банк. Те деньги, которые пойдут в Национальный банк, они предназначены на пополнение золотовалютных резервов. Во-первых, это дает больше стабильности государству. Во-вторых, таким образом Национальный банк сможет влиять на стабилизацию курса гривны, когда это будет необходимо. Что у нас произошло 2 недели назад или 3, когда курс на улице долетел до 40? Я правильно вас услышал, что теперь гривна скакать уже не будет, что будет вот эта вот подушка для того, чтобы ее сдерживать? Ну, во-первых, снимется спекулятивное давление, потому что значительная часть вот этого движения курса, она была именно из-за того, что в ожидании, что гривна свалится с 25 до 40, все бежали в лырки и продавали гривну, покупали доллары. То есть, вот эта часть покупателя, она уйдет. Во-вторых, в такие критичные моменты Национальный банк просто сможет без всяких дополнительных ограничений этих мер продавать валюту на рынке. Это что касается Национального банка. Теперь, что касается правительства. Когда мы говорим о том, что эти деньги идут в бюджет, мы говорим правительству или Кабмину, мы говорим о том, что за счет этих денег в том числе правительство сможет покрывать дефицит бюджета. Это значит, что снова-таки он берет этот доллар, который получил от МВФ, идет на рынок, меняет. То есть, есть предложение валюты на рынке, он получает гривну. И этой гривной рассчитывается с пенсионерами, рассчитывается с социальной сферой, в том числе направляет эти деньги на субсидии тех граждан, которые не могут себе позволить платить высокие тарифы за газ, за электричество, за воду и так далее. — Скажите, что в жизни маленького украинца изменится после того, как мы получили эти деньги? Если просуммировать ваш ответ, мы получим стабильную гривну и стабильные социальные выплаты? — Во-первых, мы получим стабильную гривну на какое-то более-менее понятное время вперед. — Какой вы курс прогнозируете? — До 25, я думаю, что не пойдет больше. Во-вторых, по крайней мере, люди, которых не уволили и которые будут продолжать работать в социальной сфере, они точно будут получать свои заработные оплаты вовремя. Следующий вопрос, мы уже обсудили курсы, и вопрос стабильности. То есть, если у меня нет уверенности, что мои гривны обесценятся, я бегу в ларек и покупаю доллар. Для того, чтобы мне поезжать в ларек и купить доллар, я сначала бегу в банки, забираю оттуда свой депозит. Я в результате, благодаря этой программе, ожидаю в том числе стабилизации на финансовом рынке. По крайней мере, я не ожидаю отток депозитных средств, может быть, даже будет приток. Это, в свою очередь, даст вот такую маленькую, но тем не менее, лучину жизни для банковской системы и в том числе для экономики. Спасибо большое за ваш прогноз. Спасибо, что обнадежили. Игорь Мазепа, генеральный директор инвесткомпании Concord Capital, был с нами. Спасибо большое. Спасибо, но будем действительно надеяться, что вот эти деньги МВФ запустят тот огромный маховик, о котором вы сказали. Я думаю, все будет шоколадина. Ваши слова, да богу, бы лучше. Спасибо, что были в студии. И давайте сейчас с Крымом еще раз свяжемся. Я напомню, что у нас в Крыму есть сегодня вторая площадка. Мы начали с этого программы. Мы говорим о годовщине оккупации Крыма. Сергей, а что беспокоит тех людей, которые рядом с тобой? Наверняка же не только политическая составляющая, наверняка и с ценами в Крыму проблемы. Как живет сейчас в Крыму, через год после оккупации? Да, Дмитрий, я повторюсь, рядом со мной вот стоит отец Иван. Он буквально перед эфиром рассказал мне, рассказал мне про отец, яких зазнает Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Ну, на самом передаче хочу сказать, что моя парафия зараз уникается, так можно сказать, російською владою зараз. Но парафия владыки, нам известно, что на них наложили, что они орендуют помещение, они должны платить большую сумму денег, а может, если они не платят, то выберут это помещение, и мы не будем иметь уже нашего кафедрального собора. И пора с мной еще Вячеслав Бойщук, историк, пан Вячеслава, как изменился за этот год жизни обычного крымчанина? Вот, если смотреться с точки зрения, так сказать, подрепительской, чем изменились тарифы, цены, что произошло в Крыму за этот год? Доброго вечера, шановная студия, дорогая Украина. Змени, какие-то произошли, конечно, но, наверное, для украинцев в Крыму это не самое главное. Конечно, то, что было обещано, что будет, то, что является российской мовой изобилии, тут особо украинцев и не ожидали. Больше переживают они про то, что с 1954 года общественная система, науковая система формировалась в стесном связи с Украиной. Теперь и учителям, и детям, и науковцам нужно переходить на такой уровень, фактически, на самостоятельные пощупки связи с Украиной. А тем временем было показано, что будет развитие крымско-татарской науки, и российской, и украинской. Значит, должна быть и история Украины, и история крымско-татарского народа. То есть сейчас привилегии только у, скажем так, одного направления? Так, оно у нас сейчас все сформовано в основном зацикавленной стороной в этих подиях, которые были рік тому назад. И сейчас в основном украинцам больше всего доводится выучать самую главную настольную книгу «Карный кодекс Российской Федерации». Крым, спасибо вам большое, спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели, и спасибо за то, что пообщались с нами. Я знаю, что сейчас в оккупированном Крыму это не всегда безопасно. Еще одна гостья, проходите, пожалуйста. Рад вас видеть. Джамала, певица, человек, жизнь, которая связана с Крымом, ну и творчество в последнее время тоже связано. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Салям алейкум всем, кто сейчас меня смотрит в Крыму. И, конечно же, этим смелым людям, которые вышли в этот эфир, невероятно, действительно, мужество сейчас, к сожалению, говорить из Крыма. Многие этого не понимают, что вот просто дать интервью из Крыма, собраться на квартире. Это невероятное мужество и смелость, потому что, к сожалению, да, они сегодня говорили о том, что вот три язычия, да, было оговорено, что будет украинский, крымско-татарский, русский. Но почему же тогда мы видим, что Тараса Григорьевича Шевченко, как они его назвали, задержали за то, что он действительно вышел почтить память этой поэта? Скажите, а что вы сегодня чувствуете годовщину, год спустя, когда Крым захвачен, ваша родина, там, где родные ваши до сих пор живут? Лично для вас что это? Ну, для меня это беда. Для меня это действительно морально очень тяжело. Но кроме того, что это морально очень тяжело, это очень тяжело стало общаться действительно с близкими, потому что очень усложнилась взаимосвязь, общение мобильное, потому что нет интернет, нет мобильной связи украинской. Опять-таки, ваш корреспондент рассказывал, как тяжело добраться теперь в Крым, да, поездами, пешком, такси и так далее. То есть это все усложняет. К сожалению, я была дома только в августе, вот, поэтому очень сложно общаться, но благо, что, действительно, мои родители могут ко мне приехать, и я могу их поддержать морально. Но для всех людей, которые сейчас действительно нуждаются в этой поддержке, мне кажется, сильнее, чем наша вера и вот эти вот слова, вот эта студия, которую вы сегодня организовали, мне кажется, это, ну, очень важно. Вы знаете, у вас-то еще один способ есть до крымчан достучаться, вот наш телевизионный сигнал не всегда видят, вы петь для них можете. Да, слава богу, что я действительно могу писать. Что-то будет об этой ситуации? Я спою крымско-татарскую народную песню, поможет мне невероятный аккордений Шевкетсморка, и я сегодня исполню очень старинную крымско-татарскую песню, которую можно перевести стихами, опять-таки, Тараса Григорьевича Шевченко, «Чего мы не тяжко, чего мы не нудно, чего сердце плача, рыдая кричит, вот ты тя голодна». Вот, собственно, краткое содержание песни на крымско-татарской песне. Одну секунду, я еще бы хотел спросить, у вас будет песня, вот то, что мне рассказывали, не знаю, правда ли, это то, что я слышал, песня, может быть, рабочее название «Крым наш». Я работаю сейчас над новым альбомом, который планирую закончить осенью, и действительно, у меня есть такая песня, которая называется «Беззим хрым», из перевода она означает «Крым наш», и есть песня, которая называется «Шлях до дому». Так или иначе, в моем творчестве за этот год будет проходить красной нитью тема Родины, для меня это очень важно. Мне кажется, музыка способна объединять, поэтому понимают люди или не понимают языка, они все-таки чувствуют эмоциональный посыл. Я всегда стараюсь на своих концертах заряжать свою публику положительными эмоциями и вселять в них веру, что все будет хорошо, и Крым обязательно вернется в Украину, если мы будем очень этого хотеть. Спасибо большое, ну и ваша песня для всех, кто нас смотрит сейчас, и самое главное для тех, кто нас смотрит сейчас в Крыму. Спасибо. 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 «애 farmers Гляне 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 … рок har セгг Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok